ну и снова здравствуйте на канале это южный роман вот вчера на охоте порвался у меня тросик стартера на буране я уже его не стал он короче расклелся я уже тут несколько прядей снял хватило завести последний раз его в таком положении остался вытянулся и все в в общем так до дома и приехал не стал я уже в темноте ковырять сейчас будем менять сейчас будем менять на улице мороз какой-то не надо иди сюда иди сюда иди сюда не падаешь сюда а в но а Ну всё, дальше всё просто, закручиваем четыре болта на десять. Троссик я нашёл, у меня был в запасе, правда он где ручка цепляется, он порван, но вилок завязан будет нормально. По крайней мере вот этот у меня в покупке тоже сразу же буквально порвался. Я завязал вот сколько лет, это вот первый тросик сейчас. Как буран купил, так он и стоял. Просто стал расплитаться, расплитаться и в итоге расплёлся, внутри заклинило где-то что-то, перестал он убираться. Всё, стартер снят, собачки не поотсламывало, чуть погрызло, потому что он не убрался. И вот виток тросика, вот он. Не знаю, видно вам, не видно будет. Вот он остался как пружинка и не убирается. Сейчас будем вспоминать, как тут всё это раскручивается. Снимаем шайбу, ой, шайбу в пружину, снимаем вот эту шайбу, снимаем две пластинки, шайбочки такие, как регулировочные. Всё это ложим куда-нибудь по порядку, чтобы было. Так. Сейчас будем смотреть, чтобы вам было все видно. Так. Вот эти вот собачки, я их так называю, второй заводик. Так. Теперь надо нам снять вот эту вот пластиковую воронку, открутить. Так. Вот эти вот отверг, я вчера тут в кинотефе покидал, в лесу. Он на первый раз всплелся, я разобрал и просто жылку вытащил. Думаю, что я верёвку буду заводить. Можно, конечно, было снять вот эту верёвку, намотать просто верёвочку, и всё. Всё нормально будет. короче вот такая вот беда, сейчас мы попробуем ее снять как-то я помню его надо прокрутить это чтоб наматывался надо вытянуть резинку образовавшуюся сейчас вот я ее вытяну, а он что-то пудово туда снова залезет так смотаем сначала его немножко вот надо теперь вот эту систему на провод снять так надо вот тут вот открутить вот у меня просто на узел было сделано много лет ездил на простой узелок сейчас мы тут перекусим за болгаркой падал мне здесь честно скажу проще так снимаем ручку снимаем воронку я вот давно уже это делал в последний раз я уже не помню правда как но вот что-то сейчас вот только что начинаю вспоминать что вот тут есть проточка сейчас покажу но надо вот сейчас вот сюда задрать как-то вот вот мы ее задрали и тащили сюда теперь наша задача прокрутить вот тут вот проточка вот до этой проточки так и Продолжение следует... 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 Музыка Музыка Какой-то пупечок Вот, ну, все Замечаю Музыка Музыка Вот и все Все, теперь получается Лужина работает Тащит куда надо Теперь вот трос надо вывести вот в это вот отверстие, где ручка. Просто его туда выводим. Я не помню, вот честно скажу, сколько там натягивать надо. По-моему, ничего не надо. По-моему, за счет пружина, она сейчас с заморкой натянется. Потому что, когда я тяну, она уже назад затаскивается. Если что, придется просто оборот их не сделать едва. Надо было все-таки кротик старый болгаркой обрежать. Сейчас вот езжают эти. Смотрю болгарку, мы сейчас топором обрубим. Болгарка, болгарка. Это топор. Хороший топор, который не боится нигде ничего. Просто подсидим. Собор убил, получается, ровно кончик. Знаете, что-то про топор и забыл. Протвищиваем в воронку. Воронку сюда вот на место ставим. Так, а теперь вот ручку берем, баночкой, вот эту вот водилку. Просовываем сюда, заводим сбоку. И вот тут вот надо вязать узелок. Затем тянем. Борога. Вот узелок. И желательно двойной. Мы сейчас попробуем. Тот у меня долго отходил тросик. Так. Так. Внимательно двойной, он потом затянется при заводке бурана. Сегодня я очень куда не поехал. Погода такая весенняя у нас уже. Хотел вчера глухарей найти. Одного видел, но вот куда он полетел даже понятие. То есть обычно видно, куда улетает. Так. Теперь затягиваем. Ступаемся. Второй тросик у нас. Вторая петля у нас разошла. Ладно. Завяжем на 1-2. Вот так вот завяжем. Все. И оно никуда не прорезет. Вот этот излишек я отрублю потом. Так. Все работает. Вроде бы затяжка нормально назад. Сейчас мы соберем вот эту часть. Так. Эта часть у нас собирается так. Два пятака вот таких. И собачки. Собачки ставятся вот сюда. Так. Ну давно не разбирал, не собирал так уже это. И тот забыл. Вот такой вот. Когда дергаешь. Сортер. Когда дергаешь. Собачки вот эти вот. Сейчас я соберу. Не держать руками. Вот. Когда дергаешь. Собачки вот видите, они расходятся. И в маховике. В маховике. Ну да. Там вот шкив. Но вот эти собачки. Они цепляются вот за эти отливки. Вот. Не заводят. А в случае, если кросик крвется в лесу. Вот тут есть под веревку. На шкиву проточка. Но я просто вчера уже заморачиваться не стал. Так что. Так что. Сейчас мы. Проверим еще раз все. Смазывать ничего не буду. Так смазки и так нормально у меня. Потому что если много смазки, потом начинает замерзать. Ну все вроде работает. Сейчас собачки эти попортила. Ну должно все работать. Сейчас мы вот этот вот тросик затянем. Вот он тут затянулся. Теперь его тут можно обрубить. Снова так же топором. И не хочу я тут обвинитель разматывал. Розетки рядом нет. Просто на лезвие. Мне его сегодня все равно сточить. Ну я вот им короче рубил арматуру. Ну мелкую. Топор купленный. Из интернет. Так. Танцевый топор как-то так он называется. Не знаю. Ну вот реально он гвоздит. Все он рубит. На лезвии ничего не остается. Все. Следим за этим узелком, чтобы он не ушел. Ну как-то так. Набираем место. Ну вот. Набираем место. Позже. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Пробуем. Подсасываем бензин, накачиваем, обогатить не выдергиваем, проверяем газ, не заклинивали, нейтралка, а, забыли мне, забыли, забыли, совсем не знаю, получится ли у меня закрутить. Тоже, ребята, не чтоб с этой стороны не делать. Зачем с этой стороны все? Ну, короче, я закручу, наверное, с горем пополам. Попытка номер два. И все работал. Срочек обкинулся, все работает. Вот, что вчера поездил по кинькам, перевернули. Смотрим. Пружины. Вот вчера я сомал две пружины, оказывается. Вот это надо штуку отбивать. Обязательно. Смотрим. вот эту налить. Вот сюда вот, посмотрите, веток в руках. Смотрим. Все, включали. Снимаем каток. Все это делается на морозе. Мороки. Коленые. Так. Снимаем каток. Для этого откручивается два болта. Вот это. И с той стороны. И вынимается тележка целиком. На четырнадцатом, по-моему, два болта. Откручиваем. Вот так. Сегодня так, что у меня гель техобтунжа. Снимаем бурана. Куда мы сидим? Поехали. Так. Сняли его болта. Снимаем тележку. Снимаем ее. Снимаем ее. Сейчас я ее распряжу. Снимаем ее. Ладно, хоть и согнуло. Вот две пружины. Вот одна. А вот вторая. Это вот такой удар был. Серьезный. Что сломало все. Что тут сейчас? Легко сейчас. Правая сторона. Сберем две правых пружины. Выбиваем вот эту ось. Сейчас я покажу, как мне вот эту талачку. А что тут показывать? Старишь вот. И пошел. Лучше, конечно, это все делать на пюрке. Лучше, конечно, это все делать на пюрке. Вот она выходит. С усилием. Она постепенно идет. Надо где-то подвинуться здесь. Для этого дела у нас есть вот такой вот враток старый. Сейчас мы его и не посадим. Все. Можно сказать. Ось, выкинули. Вот так вот она была у нас. Берем две пружины. Справа. Вот они запасные теперь, ребята. Вот одна. Вот вторая. Выпасовываем сюда ее. И сюда. Одна пружинка. Так. Одна готова. Так. Вторая. Вторая точно такая же. На буране все это просто. Чтобы такого простоты. Все. Только из-за этого я его еще и люблю. Мало того, что он проходимый, что иномарка мне кажется и не снилось. Там где хероплоза, будто амуномарковые осталось бы. Такие. Такой густер заезжал. Так. Ну все. Заколачиваем ось. Ну я тут все смазано. Все тут хорошо. Задеваем ее обратно. Надо деревянку обязательно. Потому что тут резьба можно запортить и потом закрутить иголку. В своем, конечно, не к себе, но нету умолчников. Так. Все. Лего готова к дальнейшим путешествиям. Все. Ставим обратно. Вот эти ушки проверяем. Не бывает отламывая при ударе тоже. Надо иногда смотреть. Вот с той стороны скорее всего такая проблема. Ну все. Ставим обратно. Лежку починили. Видите. Теперь ровно все стоит. Пружинки все. Катки на месте. Смотрите. Гусеница нормально натянута. С той стороны сейчас мы посмотрим. Так. Вот этот еще коток вчера переворачивался на целый. Вот с этой стороны я сейчас покажу, что я заметил. Вот смотрите. Вот видите. Кружинка не стоит в пазике. Надо снимать и смотреть, почему она не стоит. Переворачиваем с него ход на другую сторону. И ковыряемся. Тележка. Задний каток. Надо снимать и смотреть. Все. Продолжаем в том же. Снимаем. Смотрим. Видите, да? Она должна стоять вот в таком ушке. Она тут не стоит. Иначе не работает. Сейчас подъезд по льду. Нет, тут как целая. Не знаю. Не так и захотелось. В руки надо как-то... Смотрим. Наверное, она так едет. Только сейчас звонит там. Смазаем двочку. Заколачиваем ее обратно. Заколачиваем ее обратно. Некоторые. Много меня спрашивают, почему ты на марку все не купишь? И так далее. Настя как буран. Смотрим. Ну, тут вот, например, этот сядь, когда-нибудь, если взять, я две пружинки эти поменял, но я в 200 рублей, думаю, я уложился а на иномарке прошу, когда в прошлом, позапрошлом году поехали мы как-то, снега не было, поехали мы без снега на охоту в общем, с нами был Polaris и, короче, он с водяным охлаждением 4-х тактных во-первых, у нас клизы снега не было, по болоту ездили, по болоту замерзло, по кочкам у нас клизы, можно сказать, дымились от того, что снега не охлаждать нельзя во-вторых, ну, каждый из нас, наверное, по две, по три пружины сломал за поездку он сломал два катка задний, по-моему, колесики какие-то, короче, отвалились так вот эти колесики стоят, как моя гусеница так что разница есть ну и плюс он греха постоянно приходилось ослужать это одно второе ремонтопригодность в полевых условиях нам, конечно, это есть на счет этого здесь можно все на коленке переврать, собрать, очень просто все все нормально ну и в-третьих, проходимость проходимость у него, ребята, я вам скажу ну, если вот кого-нибудь прокатить того, кто понимает, кто не знает, на что способен буран я думаю, он будет в шоке вот этот маленький муранчик пусть его и отрывается, как он на лунелку как это, конечно, мощь мощь в плане соединения я не говорю сейчас о горках, о чем-то еще там, о снеге но снег он берет глубокий, достаточно нормальный я говорю сейчас о том, что вот по езде, например как мы называем махлоебники густой лес у него тут все металлическое вот видите, бампер по любым деревьям, ну как по любым вот такие сосны, то есть он даже рикошетами если ты видишь, ты не вписываешься сосна попадает туда ты рикошетишь у тебя все равно, ты все равно проезжаешь бывает на краях, вот на этих, вот на этих ну это, блин короче, если ты ездить умеешь, ты проезжаешь вот одного человека прокатил а он в танках ехал он вылез и говорит я не думал, что буран такой может и он сказал я не думал, что буран настолько проходимый вот я вот это помню я думал, что мы где-нибудь сейчас подстревать будем и вот охота включает в себя не только не только вот как вы говорите убийство там, зверя еще что-то нет, это все в комплексе даже вот эту вот технику то что вот ковыряешь руки морозишь сейчас вам мороз скажу, кстати вот на улице у нас как минус 12 вот так вот охота это вот не только вот убийство зверя охота это вот возня с техникой езда до места неслеживание стропления распутывание следов стрельба разделка и вывозка еще к тому же если все у вас получилось если не так это все просто на диване если сидишь это все просто и ютуб смотришь а тут вот все в комплексе если техника у тебя плохая ты не заедешь если ты где-то что-то прошляпил ничего у тебя не получится если ты промазал никого ты не попал то в магазине только так пошел купил на охоте все по-другому на охоте все иначе на охоте все иначе направляем бурашку бурашку я ее бурашкой называю все готовы к выезду сегодня я загружу видов как я рог нашел вчера интересно получилось первый раз вот так вот не ну я находил рога ну вот чтобы вот так вот я первый раз нашел смотрим вариатор все вроде нормально все смазка будет все ставим капот ставим капот капот это у меня такой старый зряшник не подумаешь что я там за ним не свяжу или что-то черт нет это просто капот для леса чисто здесь лесной капот который не зал он был сделан со старого капота обшит жестью вот такой вот ветки все тут короче нет без стекла в лесу хватает ровно на одну поездку стекла в лесу хватает ровно на одну поездку стекла в лесу вот это что-то плохо не стоит так как мы ездим но хватит ровно на одну поездку все все буран готов выезду еще вот эту надо штуку сделать вчера я тут оторвал я кстати сейчас наверное сделаю на двух клепок видите надо выстрелить и заклепать потому что дальше дорвется трех даже это вот задним ходом где-то сдавал зацепилось до бака далеко сейчас она не сделает вот это все выстрелили старую выстрелили старую выстрелили вторую что-то лобу про это придется снимать потому что с той стороны шайбы ложить берем пистолетом берем сайбу не знаю или тянется или это вот охота взял выпрямил много в нем плюсов от рамки капота были на старых снегаходах вот там был капот да капот там качество у меня у нас до сих пор на нем ездит знаете вот эти вот первые сюдаходы они сюдаходы были неодеваемые они были крепкие а это сейчас вот не лишняя как бумага видите замеса не было раньше шайб монетки сверлил делал здесь капот в монетках я хочу сейчас эту монетку поставить они классно подогнаны под размер показать вам сколько внутри монеток вот это все все в монетках я вот такой дырявый был я его вот так вот восстановил можно сказать с нуля все на этом ремонт снегохода закончен и готовимся к завтрашней охоте вот так вот вот так вот вот так вот все все к полету готов всем до встречи увидимся на канале всем пока вот такими вот руками я вам помашу вот так вот